Как привлечь туристов в межсезонье? Главный вопрос сочинских отельеров. Многие малые объекты размещения вне курортного сезона простаивают. Не получая дохода, бизнесмены не могут платить налоги. Следовательно, и городская казна недополучает необходимых средств. Решить проблемы с турпотоком и помочь в развитии частных отелей, гостевых домов поможет ассоциация, уверены в мэрии. Ассоциация, она несомненно нужна. Для чего она нужна? Ну, в первую очередь, для увеличения потока туристов в город Сочи. Также ассоциация и малые средства размещения, туроператоры, им необходимо объединяться, чтобы сплоченно работать для увеличения и потока туристов, и также и для администрации города Сочи. Это необходимость будет, и налоги будут вовремя платить, ну и бюджет города Сочи будет пополнять. Профессионалы этой отрасли не только подскажут, как привлечь и заинтересовать клиентов, но и будут контролировать выполнение всех правил гостеприимства, а в частности присвоение так необходимых в нашем крае звездочек. Пока в России классификация гостиниц добровольная, но в Сочи она обязательна еще с 2011 года. Тем не менее, на сегодняшний день ее прошли 1740 средств размещения, половина из всех существующих на курорте. В тени осталось много частников. Эксперт в области классификации Гаенен Убарян уверена, ассоциация даст возможность почаще встречаться и обсуждать все вопросы с руководителями мини-отелей, а не только со службой размещения. Малый отельный бизнес, к сожалению, не всегда имеет представление о том, какой базовый минимум услуг обязателен в частном секторе города Сочи. Это существенная составляющая города Сочи, вообще индустрии размещения в городе Сочи, то есть порядка 1600 отелей. Многие боятся, что выход, вот скажем так, получения свидетельства влечет за собой массу требований, которым надо соответствовать. Вопрос загрузки для участников не проблемный. У них есть свой постоянный гость, но это летом. Для круглогодичной работы необходимо получение звезд, тем более федеральный закон сделать это обязывает. И, как утверждают эксперты, не все так сложно, как кажется. Сейчас цены на классификацию доступны, требования минимальны и вполне выполнимы. Разъяснением этих правил, проведением внутреннего контроля качества обслуживания и предоставлением помощи по работе с туристами и будет заниматься ассоциация, чтобы частный сектор постепенно стал соответствовать международным стандартам и мог сотрудничать с крупными туроператорами. Также по поручению главы города началась работа по формированию колл-центров. Там можно будет получить всю информацию о деятельности того или иного объекта размещения. При эстребуду значатся только проверенные ассоциации отелей и гостиницы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.